Всем приветики! С вами Ольга, и я вам, как обычно, желаю здоровья и счастья, радости, любви, мои хорошие! Тантья Гури Ате! Тантья Гури Ате! Тантья Гури Амур Веченцом! Тантья Гури Ате! Большое! Ура! Ну вот мы отмечаем день рождения Венченце, 68 лет. Ну и поскольку у него день рождения был 5 апреля, а это была пятница, и он взял себе выходной за свой счет. Почему бы и не взять, полюбить себя сам, как говорится. И поэтому в этот раз у нас получились длинные выходные. Ну, у него получились длинные выходные, а мы за компанию. То есть это и пятница, и суббота, и воскресенье. Получилось, мы что отмечали его день рождения, но заодно и просто-просто-просто дышали свежим воздухом. В пятницу мы пообедали с тортом дома. Я сделала тирамису, кстати. Оставлю ссылочку в описании на этот рецепт и на видео, потому что очень и очень удобно, очень вкусно. И когда нужно быстренько что-то сделать, не надо выпекать ничего, пожалуйста, тирамису. Ну, в общем, после того, как пообедали, мы решили поехать в Кошана-Терми. Дорогие мои, сейчас это 15 евро на человека на 4 часа. То есть либо 4 часа с утра, либо 4 часа после обеда тоже 15 евро. Некоторые берут на полный день, но нам 4 часа за глаза. То есть мы выдерживаем даже 3 с трудом, потому что... Ну, замечательный солнечный день. Под водой очень хорошо прилипает, кстати, и загар. Температура воды, как я уже говорила, здесь мы обнаружили 35,5 градусов. Она сейчас очень и очень подходящая, потому что на улице сейчас у нас... Я имею в виду температура воды 35,5, а на улице 24 градуса уже. Поэтому очень даже здорово. Море еще немножко прохладное, но на море уже тоже-тоже начинают ставить зонтики. Здесь вот мужчина сидит, очень удобный такой вот гидромассаж. Это спинку массажирует и ноги. Ну и здесь вот всякие разные... Вон венчанцы заходят, весь в желтом, так сказать, красавец. Ну и, конечно, мы с удовольствием там поплавали, насладились всякими разными гидромассажами и уже поехали домой вечером. Это уже мы проезжаем Пизу. Река называется Арно. Ну, кто не знает. Люблю, люблю я и Пизу люблю, но сейчас хочется именно покупаться. Конечно, вот эта весна, вот этот воздух, как мне Никитушка говорит, вот и Площадь чудес мы тоже проезжаем. Это весенний воздух, его хочется есть. Он очень вкусный, потому что после зимы очищен. Прямо как будто бы это просто вот конкретный кислород. Ну и радует травка зелененькая, радуют и цветочки, радуют листочки. Это все очень и очень и очень здорово. Поэтому у нас получился такой вот замечательно хороший день пятницы. То есть и дома мы отметили день рождения. Ну, как отметили, пообедали и задули, Венчанц задул свечку со звездой. Типа он звезда. Ну, а на следующий день, это уже суббота была, мы тоже-тоже его отметили на солнышке. Погода сейчас у нас стоит, дорогие мои, обманная. Это просто-просто сказка, сказка на его. Ну и, конечно, мы вот когда еще ехали, немножечко там поплутали, потому что была авария на дороге, мы решили в объезд поехать. Ну, и поскольку поехали в объезд, тоже посмотрели другие маленькие деревеньки. А в субботу мы тоже-тоже у нас был замечательный, хороший день, потому что мы встретились с моими подписчиками, друзьями из Германии. Вот они, мои красавки. Очень это было здорово. Еще раз вам показываю моих замечательных друзей. Это была сказка. Мы так хорошо пообщались, поговорили. Вот был именно душевный разговор, потому что такое случается, случается, случается. Это у меня уже, наверное, десятая встреча, когда из моих, так сказать, виртуальных подписчиков в реальные. Мы превращаемся в реальные друзья, когда можно и обнимашки сделать, и кофе вместе попить, и поговорить о насущном, так сказать, о нашем, о нашем, о нашем родном. Ну и что еще хотел отметить, потому что была солнечная погода, и уже многие, как Винченце, не только мочили ножки, но многие уже и окунались, дорогие мои, потому что, как я уже говорила, 24 градуса плюс. Ну и, конечно, набережная тоже заполнена. Виорейджо любят, любят, это Лидо Дикамайори, я говорю Виорейджо, то же самое. Многие туристы приезжают не только из других городов, но и из других стран. Любят, 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 это наш, как я говорю, город, потому что, смотрите, какое небо голубое, какое море. И вот еще и уже на дельтапланах, или не знаю, как он называется, неважно, все здесь есть. Все здесь можно посмотреть и насладиться этим морским замечательным воздухом. Вообще замечательный воздух сейчас вот именно весной. Ну, в общем, мы немножечко погуляли с моими друзьями с утра, потом еще раз погуляли после обеда и решили поужинать еще и пиццей. Зашли в нашу пиццерию из Наполитанской, здесь называется она Фламиня. Люблю я эту пиццу Наполитанскую, готовят они ее на дровах. Очень вкусно. Но Винченцо решил, что в этот раз он не будет пиццу заказывать. Заказали мы с Алешей, а он заказал себе салат с морепродуктами. Ну да ладно, Бриндизе, мы все равно сделали с пивом и с Кока-Колой. То есть у нас получился тоже небольшой типа праздничный, ну не совсем праздничный, но такой вот ужин, который для нас. Сделали просто себе ужин, чтобы не ходить домой и ничего там не готовить. Ну а в воскресенье, дорогие мои, мы решили отправиться в Марина де Пьетро Санте. Это Марина, почему Марина? Это набережная Пьетро Санте. Обожаю эту велосипедную дорожку, которая идет от Виорейджо. Проходит Лида де Камайюри, потом Марина де Пьетро Санте, потом дальше Форта Дельмарми. И до самой, до самой массы она продолжается. Но мы в этот раз решили доехать до Марина де Пьетро Санте, потому что здесь, как Винченци перед этим уже был, сказала, что очень красивые скульптуры вот такие вот стоят. Это рукопожатие. Но, конечно, конечно, сейчас все скульптуры даже делают, чтобы был мир во всем мире, потому что всем уже хочется мирного неба над головой. И чтобы были все вот в таких вот рукопожатиях, чтобы все были в друзьях друг с другом. Чего уж там делить, скажем так. Ну, в общем, такие и скульптуры позитивные, и очень хорошая погода. Ну и, конечно, прошлись мы еще и по Пунтили, именно по этому мосту, который выходит в море, называется он Пунтили, Марина де Пьетро Санте. Что я хотела отметить, что именно вот эти два Пунтили и в Лиде де Камайоре, и в Марине де Пьетро Санте практически одновременно открылись. Это где-то было 18 лет тому назад. И они практически еще, ну, 18 лет, это считается еще новой. Очень мне нравится. Конечно, Пьетро Санте – это всякие разные скульптуры. В зависимости от периода здесь они обновляются, и поэтому каждый раз какая-то выставка здесь всегда есть. Как только открылся этот Пунтили, здесь прямо на Пунтили тоже были всякие разные скульптуры. Сейчас они их убрали, и вот в эти ниши поставили скамейки, чтобы можно было отдохнуть. Одной из них мы тоже воспользовались. Ну, в общем, дорогие мои, как только мы пошли по Пунтили, сразу заметили, что какие-то дюны и вот эти всякие разные растения растут сами по себе. И розы, и цветы, и кусты. Здорово. Ну, и, конечно, уже заметили то, что и в Марине де Пьетро Санте уже в бане платные пляжи уже выставляют свои зонтики. Я думаю, что в этом году с 1 мая точно откроется сезон. А сейчас пока еще все пляжи пока еще бесплатны. То есть можно и зонтик поставить, но зонтики пока еще никто не ставит, потому что солнышко все хотят себе забрать. От солнышка еще пока никто не закрывается. Но когда вот такая погода, уже хочется раскинуть полотенчик и сделать пикник, как вот эти вот ребята с своими детьми, потому что детям, конечно, раздолье, раздолье на пляже. Ну, и сейчас хотела отметить, что цены, конечно, еще на гостиницы и на снятие квартир намного ниже, чем они будут потом и май, и июнь и так далее. Июль и август – это самые-самые дорогие цены на гостиницы, на квартиры, ну, и, конечно, на зонтики тоже, потому что пляжи потом начнут все быть платные. Ну, хотя везде, в Виореджо тоже есть бесплатные пляжи, в Лидо-де-Камайори три бесплатных пляжа, в Марино-де-Пьетро-Санте тоже есть два бесплатных пляжа, и даже в Форте-Бе-Дерьма тоже, дорогие мои, есть аж два бесплатных пляжа. Вот так вот, то есть если у кого бюджет не позволяет снять зонтик, можно купить зонтик за 10 евро у каких-нибудь тех, которые на пляже ими торгуют, воткнуть и, пожалуйста, загорай и купайся в море на бесплатном пляже. Все это возможно. Ну, в общем, такие вот у нас получились выходные, такой вот у нас получился комплианно день рождения Винченца. Совершенно спокойный, никуда мы таких друзей больших не приглашали. Мы как-то уже хотим, наверное, может быть, это сказывается, наш возраст, что мы уже всего этого наелись, таких вот шумных компаний. Сейчас хочется спокойствия и размеренно вот такого вот нашего удовольствия. И покупаться хочется, и на Успене проехать, и походить, и пиццу поесть, и мороженое поесть, и просто-просто погулять по набережной, насладиться вот таким.